Их всё больше, а способы их работы всё изящнее. Речь о квартирных ворах, которые не прочь посягнуть на чужое имущество. Только за неполных два месяца текущего года 500 раз злоумышленники врывались без приглашения в дома киевлян. Повезло лишь 30 хозяевам, ведь столько преступлений правоохранители смогли раскрыть. Любимые районы для киевских воров – это Левый берег. «Основным способом совершения является взлом сердцевины замка, входной двери в жилое помещение. Затем квартир, которые на первом-втором этаже, то есть путём отжима окон, балконных дверей, проникают воры в ваши жилые помещения». Берут в основном незваные гости, то, что плохо лежит. Лакомые кусочки для них обычно – золото, деньги, планшеты, телефоны – по одному не ходят. В основном это группы по три человека. Только в этом году полицейские задержали шесть таких групп. Кого-то задерживают уже не первый раз. «Задержали, закрыли, велось следствие, мере пресечения ограничения свободы, содержания под стражей им несён залог – 40 тысяч гривен. Для таких воров это небольшая сумма. Внесли и вышли на свободу. После чего через месяц мы задержали тех же лиц, и уже суд сумму увеличил до 100 тысяч гривен». Чтобы не было беды, специалисты советуют устанавливать тяжёлые двери, ставить по три, а то и больше замков. А если вы живёте на первых этажах – устанавливать металлические решётки. Однако это лишь превентивные меры. Специалисты советуют добавить ко всему этому ещё и сигнализацию. Только один сигнал тревоги – через несколько минут на место прибывают вооружённые полицейские. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, в департаменте полиции охраны объявили о социальной акции. «Мы предоставляем скидку на установку средств охраны сигнализации работы в размере 50% для защитников нашего государства, участников АТО. Боевых действий такая скидка предусматрена в размере 75%. Акция продлится до конца февраля. Никакие методы защиты квартиры не могут гарантировать на 100%, что ваше жилище так и не ворвутся. Однако сигнализация сводит шансы того, что злоумышленникам удастся сбежать с наворованным к минимуму.